Снежана Снежок Снежана 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 А перед тем, как мы начнем, поставь лайк этому видео, подпишитесь на меня в лайке и на меня в тиктоке. А теперь погнали! Я вам покажу, как это можно сделать в флайк-ноушене и в повардиректоре. Ну что, поехали! Я знаю, как бывает трудно разбираться в этих переходах, и поэтому я попробую подробно вам рассказать. Первый переход называется углом. Давайте посмотрим его поближе. Заходим в лайк-ноушен и выбираем первую фотографию. Нажимаем медиа и показать все. Выбираем нашу фотографию. Выделяем нашу фотографию и на панели выбираем перемещение и изменение. Теперь на этой панели справа выбираем наклоненный квадратик. Ставим ромбик с плюсиком там, где у нас будет начинаться фрагмент и там, где заканчиваться. Не убирая курсор с последнего ромбика, мы листаем нижний ползунок до значения 12. Теперь нужно отодвинуть курсор между ромбиками. И теперь нажимаем в левом нижнем углу на квадратик с кривой линией. Теперь нам нужно построить ползунками так, чтобы наша фотография стала на место. Теперь нажимаем плюсик в медиа и добавляем вторую фотографию. Теперь мы с ней сделаем практически все то же самое. Выделяем нашу фотографию и на панели выбираем перемещение и изменение. Теперь на этой панели справа выбираем наклоненный квадратик. Ставим ромбик с плюсиком там, где у нас будет начинаться фрагмент и там, где заканчиваться. Поставим курсор на первый ромбик. Теперь мы листаем нижний ползунок в обратную сторону до значения в минус 12. Теперь нужно отодвинуть курсор между ромбиками. И теперь нажимаем в левом нижнем углу на квадратик с кривой линией. Теперь нам нужно построить ползунками так, чтобы наша фотография стала на место. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вау! Выглядит очень круто! Как видео стоит! Следующий переход называется слайд в угол. Выделяем нашу вторую фотографию, нажимаем эффекты, добавить эффект. В разделе искажения и деформация выбираем эффект плитка. Включаем ползунок отражения. Выделяем нашу фотографию и на панели выбираем перемещение и изменение. Теперь ставим наш ромбик там, где должен начинаться наш переход и там, где заканчивается. И не сдвигая курсор, ставим палец там, где написано проведите пальцем здесь. Поставили? Теперь проведем линию в то место, куда вы хотите, чтобы сдвинулась ваша фотография. У меня это правый нижний угол. Теперь нужно отодвинуть курсор между ромбиками. И теперь нажимаем в левом нижнем углу на квадратик с кривой линией. Теперь нам нужно построить ползунками так, чтобы наша фотография стала на место. Добавляем в следующую фотографию и проделываем все то же самое, только в обратную сторону. Выбираем нашу фотографию, нажимаем эффекты, добавить эффекты и выбираем эффект плитка. Включаем ползунок отражения. Выделяем нашу фотографию и на панели выбираем перемещение и изменение. Теперь ставим наш ромбик там, где должен начинаться наш переход и там, где заканчивается. Поставим курсор на первый ромбик. Ставим палец так, где написано проведите пальцем здесь. Теперь сдвигаем фотографию в другую сторону, в левый верхний угол. Теперь нужно отодвинуть курсор между ромбиками. И теперь нажимаем в левом нижнем углу на квадратик с кривой линией. Надо построить ползунками так, чтобы наша фотография стала на место. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вау! Выглядит очень круто! Следующий переход называется сжатие. Уделяем нашу фотографию, нажимаем эффекты, добавить эффекты. В разделе искажения и дисформации выбираем эффект сквизи. Заходим в наш эффект и ставим ромбики там, где у нас переход будет начинаться и там, где он будет заканчиваться. И, не сдвигая курсор, листаем ползунком примерно до 60. Переместим наш курсор и нажмем на квадратик с кривой линией. Подстроим ползунками так, чтобы наша фотография стала на место. Снова нажмем плюсик, медиа и добавим еще одну фотографию. Уделяем нашу фотографию, нажимаем эффекты, добавить эффект. Выбираем наш эффект сквизи. Заходим в наш эффект и ставим ромбики там, где у нас переход будет начинаться и там, где он будет заканчиваться. Вернемся на первый ромбик и ползунками построим так, чтобы получилось минус 60. Переместим наш курсор и нажмем на квадратик с кривой линией. Подстроим ползунками так, чтобы наша фотография стала на место. Давайте посмотрим, что у нас получается в этот раз. Получается очень круто, мне нравится. Следующий переход, про который я вам расскажу, называется поворот. Выделяем нашу фотографию и нажимаем перемещение и изменение. Теперь нам нужно выбрать квадратик с круговыми стрелочками. И поставим ромбики с плюсиком там, где у нас будет начинаться переход и там, где заканчиваться. Не убираем курсор с последнего ромбика. Опускаем ползунок вниз до значения минус 70. Переместим наш курсор и нажмем на квадратик с кривой линией. Подстроим ползунками так, чтобы наша фотография стала на место. Снова добавляем новую фотографию. Нажимаем плюсик, медиа и добавляем новую фотографию. И снова проделываем все то же самое. Выделяем нашу фотографию и нажимаем перемещение и изменение. Теперь нам нужно выбрать квадратик с круговыми стрелочками. И поставим ромбики с плюсиком там, где у нас будет начинаться переход и там, где заканчиваться. Вернемся на первый ромбик. И ползунок поднимем вверх до значения 70. Переместим наш курсор и нажмем на квадратик с кривой линией. Подстроим ползунками так, чтобы наша фотография стала на место. Давайте посмотрим, что у нас получается в этот раз. Получается очень круто. Мне нравится. Следующий переход называется переход в сторону. Выделяем нашу фотографию, нажимаем эффекты, добавить эффект. И выбираем эффект плитка. Включаем значок отражения. Выделяем нашу фотографию и нажимаем перемещение и изменение. И поставим ромбики с плюсиком там, где у нас будет начинаться переход и там, где заканчиваться. И не сдвигая курсор, ставим палец там, где написано проведите пальцем здесь. Поставили? Теперь проводим линию в то место, куда вы хотите, чтобы сдвинулась ваша фотография. Я сдвигаю влево. Переместим наш курсор и нажмем на квадратик с кривой линией. Подстроим ползунками так, чтобы наша фотография стала на место. Снова добавляем новую фотографию. Нажимаем плюсик, медиа и добавляем новую фотографию. И снова проделываем все то же самое. Выделяем нашу фотографию и нажимаем перемещение и изменение. И поставим ромбики с плюсиком там, где у нас будет начинаться переход и там, где заканчиваться. И я забыла добавить эффект плитка. В фотографии нажимаем эффекты, добавить эффект. И выбираем эффект плитка. Включаем значок отражения. Поставим курсор на первой ромбе. Ставим палец там, где написано «Проведите пальцем здесь». Теперь сдвигаем фотографию в другую сторону. Право. Переместим наш курсор и нажмем на квадратик с кривой линией. Подстроим ползунками так, чтобы наша фотография стала на место. Давайте посмотрим, что у нас получается. Вау! Получается очень круто! Мне нравится. И мне кажется, что вам тоже очень нравится. Следующий переход точно такой же, только он будет идти сверху вниз или снизу вверх. И смотрим видео первого лайкера. Вау! У тебя очень круто получилось! Продолжай в том же духе. От меня лайкосик! И смотрим видео второго лайкера. Вау! У тебя нереально круто получилось! Продолжай в том же духе. От меня огромный лайк! На этом все. Я думаю, видео вам очень понравилось. И оно было вам очень полезным. И вы снимите подобное видео. А когда снимите, пишите хэштег Снежана Снежок и хэштег Хочу видео Снежаны. Я вас найду и лайкну. Всех люблю! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok